уважаемые коллеги 10 часов мы начинаем наш вебинар на данном вебинаре я расскажу вам о технике синамикс это приводная техника это наша основная приводная линейка приводной техники и соответственно остановимся на каждом типе преобразователей и расскажем основные свойства меня зовут воронин александр я представляю один из отделов занимающийся приводной техники он называется general motion control и соответственно хотелось бы начать нашу презентацию сейчас перед вами вы видите такой картинку с парком на которой пересекаются дороги основной смысл этой картинки в том что как бы куда ни идти вы всегда приходите к технике синамикс это шутка собственно откуда появилась семейство приводов синамикс это новое семейство приводов оно существует не так давно относительно не так давно и в будущем это семейство должно стать основным по всем приводам то сейчас существует еще некоторые другие марки но постепенно они будут заменяться на преобразователи синамикс само собой разумеется что все семейство приводов синамикс имеет полную интеграцию на уровне управления то есть любые системы с любыми полевыми шинами вы можете подключать будь то аэс интерфейс профибас профинет и соответственно полностью преобразователь интегрируется во все уровни управления кроме того можно посмотреть что есть необходимое программное обеспечение инжиниринговое ПО которое входит в состав программное обеспечение ТИА здесь вы можете видеть в том числе программное обеспечение для работы с преобразователями входит в различные инжиниринговые пакеты об этом и немножечко попозже поговорим сейчас хотелось бы рассказать об основных линейках продуктов синамикс и соответственно их предполагаемом предназначении в различных отраслях промышленности самое распространенное применение это для насосов вентиляторов и компрессоров то есть здесь мы видим в основном практически все марки преобразователей которые можно использовать для работы с такой нагрузкой вот здесь мы видим картиночку которая символизирует тот или иной процесс и соответственно набор продуктов чуть позже мы расскажем о всех этих продуктах но пока вот хотелось бы чтобы вы увидели области их применения следующее это перемещение это конвейер лифты эскалаторы различные подъемно-транспортное оборудование это судовые приводы и тому подобное также вы здесь видите что практически все преобразователи всех основных марок здесь используется всех основных типорядов здесь используются собственно тоже общее применение переработка это различные устройства для переработки материалов будь то дробилки центрифуги различные экструдеры моталки и тому подобное тоже мы видим что практически все наши преобразователи возможно здесь используют для тех или иных применений обработка здесь имеется ввиду что мы используем данные преобразователи для станков с чипу и определенных производственных машин здесь мы уже видим что преобразовать из буковка с только остаются это 110 с 120 которые имеют соответствующие типы управления то есть моушен контролл называется вот основная таблица которая позволяет достаточно просто посмотреть какие есть применение какие возможности для этого потребуется да то есть вот сейчас следующая страничка это преобразователи которые возможно для этого использовать данная страничка она находится сейчас во всех новых каталогах чтобы можно было легко и просто определить какой из преобразователей подходит для того или иного применения не совсем могу себе представить как видно вам эту картинку но здесь представлены все основные преобразователи которые сейчас есть то есть от самых простых это синамик g110 до преобразователи среднего среднего напряжения которые можно использовать для очень мощных преобразователей если кто-то видел предыдущую презентацию возможно то он заметит что семейство значительно расширился даже появился новый представитель этого семейства это при это преобразователи постоянного тока синамикс дисси мастер в чем основное преимущество преобразователей синамикс это конечно же развитие инноваций перспективной технологии как на базе программного так и аппаратного обеспечения что нам это дает то есть всегда инновационное использование преобразователей то есть мы получаем все основные функции которые необходимы для преобразователь для преобразовательной техники здесь вы можете видеть как бы основные но это не ограничивается только этими функциями есть еще и многие другие что очень важно что все наши преобразователи имеют очень широкую функциональность практически все наши преобразователи имеют встроенные функции безопасности сейчас это очень интересное направление позволяющие серьезно экономить как при проектировании машин и агрегатов так и при их построении в производстве высокий уровень гибкости и возможности комбинирования в общем здесь как бы особо добавить нечего это действительно основная идея компании сименс что все наши обороны имеют очень высокую гибкость широкий спектр мощности напряжения практически весь спектр преобразовательной техники представлен в семействе синамикс то есть от самых простых преобразователей на напряжение 220 вольт и до мощных преобразователей среднего напряжения на 12 киловольт тоже возможно масштабируемость да все приводные решения можно масштабировать для любого применения оптимальная интеграция в системы автоматизации в любые системы автоматизации можно интегрировать нашу приводную технику причем это бесшовная интеграция то есть по основным интерфейсом пожалуйста вы всегда можете подключить упрощенное проектирование и вот в эксплуатацию все преобразователи построены так что для работы с ними вам потребуется всего два основных программных продукта которых мы немножко позже подробно остановимся но это программный продукт сайзер для проектирования и программный продукт стартер для ввода в эксплуатацию знание этих двух продуктов позволит вам полностью обеспечить работу с преобразователями Полное обслуживание, одинаковые методы выбора и ввода в эксплуатацию. Здесь основная идея в том, что изучив хотя бы один из преобразователей, вы практически ознакомились со всеми преобразователями. Отличия будут только в большем количестве функций или меньшем количестве функций того или иного преобразователя. Софити-Интегрейтед – это система встроенной безопасности, которая позволяет за счет свойств преобразователя и контроллерной техники обеспечить очень высокую безопасность как механизма, так и безопасность для человека от механизма. Соответственно, функции софити-Интегрейтед или встроенной безопасности есть практически в каждом преобразователе, в том или ином наборе, конечно, и, соответственно, обеспечивают меньшую стоимость готового изделия и меньшую стоимость его обслуживания в будущем. При этом мы обеспечим либо с такой же функциональностью, либо с более высокой функциональностью и производительностью системы защиты как для человека, так и для оборудования в целом. Основные функции безопасности по преобразователям. Здесь представлена таблица, я надеюсь, ее видно. Соответственно, здесь можно посмотреть, какие функции есть. Возможно, в последующих вебинарах, если это будет интересно, мы остановимся подробно на этих функциях. Энергосбережение. Все преобразователи CINAMICS построены по основным принципам, которые обеспечивают максимальное энергосбережение, а также учет, визуализацию и анализ потока энергии, которую можно сэкономить. Само собой, разумеется, что применение преобразователя уже в определенной степени экономия электроэнергии. Но есть дополнительные функции во всех преобразователях, которые позволяют эту экономию еще больше увеличить. Например, до 70% потенциала экономии можно обеспечить для использования насосов, вентиляторов и компрессоров с регулируемым числом оборотов. Наличие рекуперации, в том числе и в семействах простых общепромышленных преобразователей, позволяет экономить до 60% энергии на подъемных устройствах. Также есть функция соединения для шин постоянного тока для преобразователей, которые эту функцию имеют. То есть, это, например, функция кинетической буферизации для стандартных преобразователей, а также использование соединения по контуру постоянного тока для преобразователей книжного формата, формата шасси и так далее, где можно обеспечить экономию электроэнергии за счет различных режимов работы преобразователя. То есть, если часть преобразователей работает в генераторном режиме, а часть работает в моторном или потребляющем режиме, соответственно, вы можете сэкономить энергию в этом случае. Также есть дополнительные конденсаторные модули для преобразователей, например, CINAMIX S120, который позволяет аккумулировать излишнюю энергию и, соответственно, использовать ее при работе преобразователей. Основные типоразмеры и исполнение устройств. У нас приняты следующие типы. Это компактные блочные устройства для малой и средней мощности. Они представляют собой блоки, которые встраиваются в электрошкафы и, соответственно, используются для преобразования. Также есть модульные устройства книжного формата. Вот вы их видите, они вот здесь. Почему книжного формата? Потому что они выглядят, как книжки на полке. То есть, я тоже раньше думал, когда услышал, что это как открывается, как книжки, но на самом деле просто как книжки на полке выглядят. Поэтому книжный формат. Это тоже малая и средняя мощность. Если мощность у нас растет, то мы предлагаем преобразователи в формате шасси. Они также предназначены для установки в шкаф обычно. И, соответственно, также могут быть как... Блочные устройства AC-AC, то есть при подключении к переменному току и выдаче переменного тока на двигатель. Также и DC-AC, где они питаются по шине постоянного тока. Ну и, соответственно, также есть у нас шкафные преобразователи, которые выпускаются в виде готового электрошкафа с преобразователем и необходимыми компонентами внутри. Сейчас немножечко подробнее по каждому преобразователю. Самый простой преобразователь по функциональности и возможностям это CINAMIX G110. Это преобразователь, можно сказать, для дома, для семьи. Максимальная мощность у него до 3 кВт. Напряжение питания 1 фаза 220 Вольт на выходе 3 фазы 220 Вольт. Управляет асинхронными двигателями в основном. Почему 3 кВт максимальная мощность? Потому что она установлена в большинстве стран для домохозяйства. Это установленная мощность для домохозяйства 3 кВт максимум. Поэтому вот, собственно, такой преобразователь. Это моноблочный преобразователь, то есть преобразователь, состоящий из силовой части и управляющей части в одном устройстве. Соответственно, панель оператора, вот на картиночке вы, может быть, видите такой маленький зеленовато-синеватый квадратик. Это панель оператора. Исполнение для данного преобразователя IT20 и управление у него, возможно, УКФ, то есть самый простой тип управления. Следующий преобразователь это CINAMIC G120. Это основной преобразователь для мощностей до 250 кВт. Он уже модульный блочного формата. Это когда преобразователь состоит из отдельной силовой части и отдельно управляющего модуля, который вставляется в данный силовой блок и, соответственно, обеспечивает его функциональностью управления. Здесь уже есть шире набор напряжений, то есть от трех фаз 380 В и, соответственно, до трех фаз 690 В. То есть можно применять в том числе и в горно-рудной промышленности, где данный формат напряжения присутствует. Управление есть как обычное УКФ, так и векторное управление как с датчиком, так и без датчика. В том числе можно управлять по моменту, можно управлять по скорости и так далее. В том числе есть управление с ослаблением поля и различные, скажем так, типы управления, основанные на управлении УКФ или векторном, обеспечивающий те или иные дополнительные функциональные возможности, обычно представленные в энергосбережении. Следующий тип преобразователей это CINAMIC G130, это преобразователи формата шасси. Это также универсальные преобразователи от 75 киловатт до 800 киловатт обеспечивающие на три основных типа напряжения, это 380 вольт, 500-600 вольт и соответственно 660-690 вольт. Они выпускаются в защите IP00 или IP20, предназначены для установки в шкаф. Управление как у KEF возможно, так и векторное управление с датчиком или без датчика. Есть определенные универсальные преобразователи, которые имеют либо компактные размеры, это CINAMIC G120C, буковка C обозначает компакт, или специальные преобразователи, это CINAMIC G120P, то есть буковка S тут появилась непонятно почему. CINAMIC G120C это преобразователь моноблочного формата, то есть это силовая часть управляющий модуль в одном устройстве и устанавливается соответственно панель оператор. Панель оператор такая же, как для для общей серии CINAMIC G120, это либо панель ИОП, либо панель БОП. Соответственно исполнение по защите у него IP20, напряжение питания 3 фазы 380 вольт, максимальная мощность 18,5 киловатт. Имеет управление у KEF или векторное управление без датчика. Датчик к этому устройству не подключается, может применяться для различных областей. Следующее CINAMIC G120P это модульный преобразователь блочного формата, в данном случае представлен в исполнении IP54 и IP55, предназначен для насосов, вентиляторов и компрессоров. Его особенность в том, что он не имеет динамического торможения, то есть к нему нельзя подключить тормозные резисторы. Основное его торможение это либо постоянным током, либо смешанное торможение при торможении вентиляторов, то есть вентиляторная насосная компрессорная нагрузка. Но в отличие от предыдущих поколений он также имеет векторное управление без датчика и управление у KEF. Преобразователь CINAMIC G120P он получается, тут вот были вопросы, достаточно много вопросов, он получается из силовой части, PM230 она называется, и управляющего модуля CU230P-2. При сборке получается данный преобразователь, то есть модуль управления CU230P-2 можно использовать и для преобразователей G120 с силовыми частями PM240, PM250 и PM260. Преобразователи с высокой степенью защиты возможны и децентрализованной установки. Это преобразователи CINAMIC G120D и преобразователь CINAMIC G110D. Они имеют одинаковые габаритные размеры, защиту IP65, напряжение питания 3 фазы 380-500 вольт и максимальную мощность 7,5 киловатт. При этом G120D имеет управление у KEF и векторное управление как с датчиком, так и без датчика. G110D имеет управление УК и управление по ослаблению поля. Также надо отметить, что основная работа G120D обеспечивается через сетевые интерфейсы PROFIBUS и PROFINET. CINAMIC G110D ориентирован на местное управление либо управление через AS-интерфейс. Сервопреобразователи. Самым простым в сервопреобразователях является преобразователь CINAMIC G110. Это блочный модульный преобразователь, то есть силовая часть отдельно, управляющая часть отдельно, предназначенный для работы с серводвигателями. Также преобразователь может обеспечивать позиционирование простое для работы в различных устройствах. Исполнение IP20, два типа питания либо однофазное 220 вольт для мощности до 0,75 киловатта и три фазы до 90 киловатт. Здесь надо отметить, что силовая часть для S110 это PM340, то есть цифра 3 стоит. Для G120 преобразователя это PM240, то есть первая цифра 2 у него стоит, просто чтобы не было определенной путаницы. Самое универсальное семейство преобразователей это CINAMICS S120. Это гибкая модульная приводная система для сложных приводных задач. Можно сказать, что для любых приводных задач. То есть на данный момент пока не найдены задачи, с которыми данный преобразователь не справился. Это самая широкая и самая функциональная линейка преобразователей на данный момент. Сюда входят преобразователи AC Drives, то есть это преобразователи блочные с установкой управляющей части в них. И соответственно этот преобразователь содержит себе как блок питания, так и инвертор. Они бывают как блочного формата, так и формата шасси. Максимальная мощность здесь до 250 киловатт обычно. Ну и соответственно напряжение питания либо одна фаза 240 вольт до 0,75 киловатта. Три фазы 380-480 вольт до 250 киловатт. Также здесь есть преобразователи DC Drives. Имеется ввиду, что связанный по контуру постоянного тока, то есть блок питания или выпрямитель у него отдельно идет. И к нему подключаются различные осевые модули различной мощности. Соответственно исполнение IP00 и IP20 бывает как блочного книжного формата, так и формата шасси. Соответственно максимальная мощность здесь возможно до 1200 киловатт или 800 киловатт на 380 вольт. Если потребуется большая мощность, то до 4500 киловатт можно использовать преобразователи уже шкафного исполнения. Это CINAMIX S120CM или кабинет Modules, который обеспечит уже большие мощности и соответственно сервоуправление для этих больших мощностей двигателей. Исполнение от IP20 до IP54. Управление в этих преобразователях возможно любое. Это как УКФ, так и векторное, серво, позиционирование и управление MotionContour, которое применяется для систем ЧПУ и сложных геометрических задач управления. Также есть преобразователи CINAMIX G150 и CINAMIX S150, которые обеспечивают уже нам... Это шкафные преобразователи, то есть это готовый стандартный шкафной преобразователь. Исполнение от IP20 до IP54 и мощностью до 2700 киловатт для CINAMIX G150 и 1200 киловатт для CINAMIX S150. Основное отличие здесь, как для G150, это стандартный преобразователь. CINAMIX S150 это преобразователь, который в том числе может иметь активный модуль питания, то есть активное питание обеспечивать рекуперацию. Соответственно, они работают как УКФ, так и с векторным управлением, как с датчиком, так и без датчика. Шкафные преобразователи для среднего напряжения, для мощных задач, для мощных двигателей. У нас есть различные шкафные преобразователи. Это GM150, GR150 и SM150. Данные преобразователи уже имеют мощности до 120 мегаватт и, соответственно, работают с высоковольтными двигателями. Они также обеспечивают управление УКФ векторное с датчиком и без датчика, а также для SM150 активное управление питанием с рекуперацией. Особняком стоит преобразователь среднего напряжения SL150. Это преобразователь также среднего напряжения с мощностью до 36 мегаватт. Он, соответственно, имеет векторное управление с датчиком и без датчика. Кроме этого, новый преобразователь. Это преобразователи постоянного тока. Он предназначен на смену преобразователем постоянного тока предыдущих моделей. В определенной степени он имеет с ним совместимость и, соответственно, работает на напряжениях от одной фазы 85 вольт до трех фаз 950 вольт и максимальная мощность 2508 киловатт. Если параллельное включение обеспечивает, то до 30 мегаватт можно обеспечить управление двигателем постоянного тока. Применение, соответственно, это прокатные станы, где очень часто применяется постоянный ток, экструдеры, мешалки и различные другие устройства. Управление, соответственно, у него для преобразователей постоянного тока. Теперь хотелось бы перейти к программному обеспечению. Программное обеспечение можно начать с программы DT-конфигуратор. Это веб-приложение, которое доступно в интернете и которое поможет вам в выборе двигателя и преобразователя подходящего приводного решения через веб-форму. Соответственно, там можно посмотреть различные характеристики, данные, также можно загрузить чертежи и 2D, 3D модели. Ну и, соответственно, спецификацию для заказа. Единый инжиниринг с Sizer и Starter. Программное обеспечение Sizer и Starter – это постоянно обновляемое программное обеспечение, которое включает данные по всем преобразователям линейки Synami. Кроме нее также программное обеспечение Sizer и Starter конфигуруют преобразователи Micromaster. Программное обеспечение Sizer предназначено для проектирования преобразователей и, соответственно, для получения заказной спецификации. Кроме того, там можно выполнить определенные расчеты. Программное обеспечение Starter предназначено для ввода в эксплуатацию. Кроме этого, программное обеспечение Starter входят такие инжиниринговые пакеты, как Drive.ES, Step.7 и C-Motion. Scout. Если есть вопрос, где можно взять программное обеспечение Starter, оно в том числе распространяется бесплатно. Можно на слух запомнить. Это www.semens.com.slash.starter. Если кого-то интересует программное обеспечение Sizer, то, соответственно, www.semens.com.slash.sizer. Эти два программных продукта распространяются бесплатно. Немножечко подробнее про Sizer. Вот видите, очень красивую картинку. Проектирование Sizer всегда в правильном направлении. И, как видите, прямо без каких-то загибов и так далее, можно легко перейти на полученное приводное решение. Что может сделать Sizer? Первое. Можно определить механическую систему и, соответственно, к ней подобрать двигатель и к соответствующему двигателю преобразователь. То есть, если вы знаете двигатель, то вы можете отталкиваться от двигателя, то есть от его мощности, напряжения и характеристик. Если вы имеете в наличии только механизм и знаете его параметры, то вы можете подобрать к этому механизму соответствующий двигатель, а к соответствующему двигателю преобразователь. То есть, можно выполнить определенные расчеты, посмотреть различные данные двигателя, посмотреть, как он будет в том или ином диапазоне представлен и, соответственно, произвести необходимые вычисления. Кроме того, в результате применения Sizer вы получаете характеристики, технические данные изделий, компоновочные чертежи и размерные эскизы, расчет расхода энергии в зависимости от нагрузки, расчет производительности, расчет обратного воздействия на сеть, очень востребованная сейчас вещь, и спецификация соответствующими заказными номерами изделий. Очень рекомендуется всегда поддерживать Sizer в актуальном состоянии. Новые версии Sizer выходят и выкладываются на сайте на странице www.simis.com.sizer. Программное обеспечение Starter. Программное обеспечение Starter – это инструмент для конфигурирования и ввода в эксплуатацию для преобразователей CINAMIX. Он может устанавливаться отдельно, то есть без дополнительных каких-то пакетов или входит в соответствующие пакеты, о которых я говорил раньше. Starter позволяет сделать ввод в эксплуатации либо на основе шаблонов и помощников. Помощниками мы перевели слово wizard, потому что как-то сложно его сказать, там мастер, волшебник, помощник. Они есть как графические в виде шаблонов, так и в виде макросов, которые позволяют вам без дополнительных знаний о приводе запараметрировать привод. Если необходима очень точная настройка и какие-то специфические функции, можно всегда перейти в экспертный список параметров и соответственно настраивать преобразователь с помощью этого экспертного списка. Также есть функции для тестирования и диагностики преобразователя, в том числе можно посмотреть какие-то переходные процессы, характеристики включения и выключения входов и выходов преобразователя, запустить преобразователь с помощью Starter, посмотреть какие-то данные для его оптимизации, провести его оптимизацию. Коммуникация с преобразователями возможна как по средствам полевых шин, то есть это может быть Profibus, Profinet, Ethernet, так и USB, которая сейчас у нас применяется как основной интерфейс для стандартных преобразователей CINAMIX G120. Очень интересное программное обеспечение, на мой взгляд, это программа CINOSAFE. Данное программное обеспечение, оно имеет огромное преимущество, на мой взгляд, это то, что оно приведено на русский язык, то есть вы его скачете, можете использовать его на русском языке. Это программное обеспечение обеспечивает расчет конкретного потенциала экономии и энергоэффективности для приводной системы. Доступно оно как на странице www.simis.com CINOSAFE, так и в виде приложения, которое можно скачать. При скачении потребуется определенная регистрация, но не напрягающая, в общем-то, для ее ввода. Где может применяться данное программное обеспечение? Кроме как для изучения окупаемости проекта, например, по экономии электроэнергии, так можно рассчитать, какую экономию энергии даст применение преобразователя вместо той или иной механической системы управления. И очень интересное применение, которое выявили студенты. Это можно использовать как экономическая часть для дипломного проекта при применении преобразователя. То есть, в общем-то, на выходе получается отличный расчет с красивыми графиками. Также можно рассчитать в единицах валюты той или иной, включая и рубли стоимость электроэнергии, стоимость инвестиций в данный проект. В общем-то, рекомендую пользоваться очень просто, легко, и поэтому результаты данной программы можно использовать для представления энергоэффективности того или иного решения. Немножечко подробнее по преобразователям. Еще раз, преобразователь CINAMIC G110. Самый простой. Что необходимо помнить при его выборе, опять же из опыта, то, что он бывает либо с аналоговым интерфейсом, либо с интерфейсом RS-485. К сожалению, иногда происходит путаница при заказе, и уже были случаи, когда к нам обращались с вопросом, что уже вот в течение недели мы пытаемся запустить его по аналоговому входу, а выяснялось, что преобразователь такого входа не имеет и предназначен для управления по RS-485. Поэтому очень большая просьба внимательно относиться к выбору интерфейса управления данного преобразователя. CINAMIC G120. Еще раз напомню, что это модульный индивидуальный привод для низкой и средней мощности. Максимальная мощность это 250 кВт. Имеется в виду мощность LO с низкой перегрузкой. Соответственно, есть коммуникационные интерфейсы, то есть есть платы управления, модули управления, которые поддерживают различные интерфейсы, как PROFIBUS, PROFINET, RS-485, USS, MODBUS и CANOPEN. Также в данной приводной линейке есть преобразователи, точнее силовые части, которые поддерживают рекуперацию и низкое обратное воздействие на сеть, то есть не требует применения дросселя. В том числе преобразователь позволяет делать клонирование параметров с помощью карточки SD или MMC, которая вставляется в верхнюю часть управляющего модуля. Я не знаю, как выглядит вот эта картинка, но на ней видно силовая часть и, соответственно, установленный управляющий модуль плюс панель оператора. Вот, собственно, как это выглядит. Очень интересный и компактный преобразователь это CINAMIC G120C. Почему компактный? Потому что при определенной мощности он имеет меньший размер и, соответственно, если мы смотрим по габаритным размерам, то он получается самый мощный в своем габарите, в своем классе устройств. Диапазон мощности от 0,55 кВт до 18,5 кВт. Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание. Есть коммуникация как по PROFIBUS, так и CANOPEN, USS и поддерживает MODBUS. Работает с панелью управления как BOB2, так и панелью управления EOP. Что может быть еще немаловажно, возможности установки при температурном диапазоне до плюс 60 градусов. Преобразователь CINAMIC G120P. Еще раз напомню, что это модульный преобразователь, который применяется для насосов, вентиляторов и компрессоров. Состоит из силового модуля PM230, выполненного с защитой IP55 или IP54, в зависимости от панели оператора. И управляющего модуля CU230P-2. Данный управляющий модуль имеет очень интересную функцию. У него четыре PID-регулятора, которые обеспечивают возможность взаимосвязанной работы. То есть, один основной и три, допустим, управляют процессами. Высокая коммуникация. Высокий, большой набор коммуникационных возможностей, как USS, MODBUS, BACNET, PROFIBUS, CONSHINE. К середине этого года будет также и PROFINET. Данный преобразователь по своей концепции устроен так, что энергоэффективность здесь – это основная часть его работы. И, соответственно, очень многие функции позволяют настроить очень высокую энергоэффективность. То есть, это переключение на сеть при достижении двигателя оборотов на 50 Гц. Это возврат сети, когда надо снизить скорость двигателя. Это отключение двигателя при достижении минимальной скорости и многие другие функции. TINAMIC G110D – это децентризованный преобразователь, еще раз, IP65, максимальная мощность 7,5 кВт. Подключается через интерфейс AS. И, если вот здесь видно, то такая маленькая черная штучка и ключик. Это ручное управление на месте позволяет тоже быть применено. Обычно применяется на складах и логистических системах. Также состоит из силовой части и блоков управления. Типоразмер для всех преобразователей от 0,75 кВт до 7,5 кВт одинаковый. То есть, схема сверления, габаритные размеры одинаковые. Единственное, что надо отметить, что до 3 кВт данный преобразователь не имеет дополнительного вентилятора наездника, который устанавливается на решетку охлаждения. А с 3 кВт и выше он имеет дополнительный вентилятор. Преобразователь Cynamic G120D имеет такой же типоразмер и такие же габаритно-посадочные размеры, как и G110D. Мощность тоже до 7,5 кВт, но используется другая управляющая часть. И, соответственно, коммуникационные возможности, как Profibus, Profinet и Profisave для применения в приводных системах. Здесь также надо отметить, что возможно подключение дистанционного пульта управления через оптический интерфейс. Cynamic G130, G150, преобразователи, соответственно, исполнения шасси и шкаф. В общем-то, просто стандартные преобразователи, обеспечивая определенное управление электродвигателями и коммуникационной возможности по Profibus и Profinet. Cynamic G110, еще раз, это индивидуальный привод, в том числе простая связь по Profibus, Profinet или Conopen с контроллерами и системами управления верхнего уровня, также обеспечивает собственные функции позиционирования. Может управлять как асинхронными двигателями, так и синхронными двигателями подачи, как, например, представленные на картинке 1FK7. Cynamic G120, еще раз, это гибкая модульная система. В принципе, достаточно просто сказать, что она универсальная и больше ничего не рассказывает, но вот есть еще и функции. Максимальная мощность 4500 киловатт. Управление, все типы управления, включая векторное, УКФ, сервоуправление. Свободное проектирование, логические функции, модули входов-выходов, возможность работать с системой управления C-Motion и Cynumeric. Это высокодинамичные системы как для производственных машин, это C-Motion, так и система ЧПУ. Весьма известный это Cynumeric. Ну и все интерфейсы также доступны. Это и Profibus, Profinet, Conopen, DriveClick. Это интерфейс для связи между приводами от Siemens. В том числе подключение к преобразователю можно обеспечить через сеть Ethernet, а также удаленное управление данными преобразователями можно также обеспечивать с помощью программы Starter, например. Есть различные типы охлаждения, как то воздушное, водяное и через пластину охлаждения, где радиатором выступает, например, стенка металлического шкафа, то есть маленькая глубина устройства, почему? Потому что нет радиатора охлаждения. Шкафные преобразователи. Тут, в общем-то, добавить нечего. Да, можно делать модульную шкафную структуру для управления двигателем с максимальной мощностью до 4500 кВт. Вот здесь представлены все основные устройства от блочных ACAC, так называемых, одноосевых преобразователей и, соответственно, DCAC многоосевых преобразователей от книжного формата, компактного, обычного книжного шасси и домодульного шкафа. И соответствующие мощности. Xenomics S120. Это масштабированный преобразователь. Здесь представлена как бы структурная схема модулей преобразователей, где мы видим, собственно, модуль управления. Например, это ЦУ-320, который может управлять некоторым количеством модулей двигателей. Количество модулей двигателей зависит от типа управления. Например, для УКФ может быть больше управляемых модулей двигателя. При управлении Motion Control, соответственно, меньше. Различные системы управления, будь то контроллеры, ЧПУ и так далее, тоже можно подключать. Также есть своя периферия, цифровая или аналоговая. Это аналоговые или цифровые входы через модули ТМ. Есть различные модули для подключения датчиков, то есть все типы датчиков можно подключить. И, соответственно, можно подключить все типы электродвигателей, как синхронных, так и асинхронных. Xenomics S150. Простое приводное решение. Это готовый к подключению шкафа. Максимальная мощность 1200 кВт. Четырехквадратное управление. Соответственно, коммуникационные возможности профибаса и профинет. И векторное управление как с датчиком, так и без датчика. Преобразовательность среднего напряжения. GM150. Шкаф до 17 МВт. С вектором управления как с датчиком, так и без датчика. G или 150. В принципе, вот здесь, если кого интересуют буквы, которые обозначают преобразователь, то можно сказать следующее, что G это General, то есть это основное применение. Это, я бы сказал, общепромышленные преобразователи. Если буковка S, это высокофункциональные преобразователи. Некоторые называют их сервопреобразователи. Но это просто преобразователь с очень высоким набором функций и различными устройствами. Ну или умные, можно тоже так сказать. Соответственно, буковка L в данном случае показывает нам, что этот преобразователь может работать как пусковой преобразователь, то есть launch запуск. И, соответственно, мощность до 120 МВт. Если кого-то интересуют приводные решения для среднего напряжения, то, в общем-то, вот интересное решение существует. Ну и коммуникационные возможности, профибасы и профинет – это вот наше все. SM150 – преобразователь тоже для среднего напряжения, с расширенной функциональностью, в том числе и с рекуперацией в сеть, до 31 МВт с половиной может обеспечить при тех же функциональных возможностях. Вот здесь написано, что простая интеграция и установка – да, простая, единственное, что тяжелая. А так, в общем-то, все достаточно просто. Cynomics SL150 до 36 МВт. И, соответственно, с коммуникацией по профибас, профинет у него через какое-то время будет. Это преобразователь с очень высоким КПД и рекуперацией в сеть. Соответственно, тоже с полученным набором функций. Преобразователь постоянного тока, опять же, от 6 кВт до 30 МВт, возможность параллельного включения, управление через профибас и профинет, идет на смену преобразователям Simaver DC Master. Ну и, соответственно, название такое же. Это Cynomics DC Master. Шкафы управления Cynomics. Шкафы Cynomics. Соответственно, есть производство шкафных преобразователей. Данные шкафы, они имеют стандартизированное качество. Вы можете при заказе выбрать соответствующее оборудование, которое будет установлено в шкаф. Будь то дроссели, например, или же какие-то фильтры и так далее, то, что вам нужно. Соответственно, данный шкаф достаточно хорошо разработан. Он проходит весь необходимый контроль и, соответственно, позволяет вам получить шкафной преобразователь, который обеспечивает необходимые вам функции. Соответственно, кроме того, у нас есть такой портал, как запасные части в веб, или Spars.on.web, Собственно, вот как бы для первого раза вступительного вебинара это вся информация, которая у меня есть. Сейчас я, наверное, посмотрю вопросы и, соответственно, постараюсь что-то ответить, или же возьму эти вопросы для дальнейшего анализа и ответа. Вот поступил вопрос, есть ли модульное исполнение CINAMIX DC Master. Не совсем понял, что имеется под словом модульное, то есть есть определенные наборы, типа ряда мощностей данного преобразователя, которые, в общем-то, можно использовать как модули, но не совсем как бы это. То есть это все-таки преобразователь постоянного тока. То есть, соответственно, он идет единым блоком. Сейчас я пересяду там, где вопросы появляются, чтобы... Так, по вопросу, порядка цен. Само собой разумеется, что наши преобразователи самые эффективные по цене. Здесь я даже не буду лукавить перед вами. Все цены по конкретным преобразователям, конечно же, я не помню. Это очень сложно. Но вы можете обратиться в ближайшее к вам представительство с запросом и вам рассчитают соответствующую стоимость необходимого вам преобразователя. Будет ли русификация для ИОП? Русификация для ИОП проходит сейчас тестирование. Мы получили тестовый пакет для русификации. Мы его доработаем. И, соответственно, скорее всего, через месяца три он поступит уже как официальный продукт. Сейчас есть только пробная версия у нас. Есть ли какая-либо информация про дополнительные конденсаторы? Да, информация есть. Большое количество каталогов расположено в сети. И, соответственно, вы можете их использовать. Это каталоги NC61-2010, это PM21-2011, где рассматривается книжный формат преобразователей CINAMIX S120, где вы можете найти в том числе и конденсаторные модули. Конденсаторные модули подходят к определенным типам преобразователей. Поэтому надо выбирать. Существует ли протокол Modbus для серии S120? На данный момент не существует. Планируется ли изготавливать CINAMIX DC Master с интерфейсом DriveClick? На данный момент у меня нет информации по планам на интерфейс DriveClick. Но надо просто смотреть, что там потребуется. Скорее всего, это возможно. Про ПО CINASAFE. Оно применимо только к преобразователям Siemens или можно экономически обоснать применение печи любого другого производителя? Вы знаете, да, и поступала такая жалоба, что программное обеспечение, которое выпустил Siemens, предназначено только для преобразователей Siemens. Ну, да, это так. Когда будет стартер и сайзер на русском языке? Вопрос поставил в тупик. К сожалению, скорее всего, на русском языке они не выйдут. Потому что скорость их изменения очень высока. Но я не рассказывал о продукте StarDrive. Это новый программный продукт для управления преобразователями, то есть для ввода в эксплуатацию преобразователей, который установлен в Кеопортал, входит в состав Кеопортал. Соответственно, начиная с версии 14, мы предполагаем его русифицировать. Можно узнать про подключение через USB. Существует ли данный интерфейс в стандартной комплектации? Преобразователь CINAMICS G120 со всеми управляющими модулями, которые имеют в своем обозначении цифру 2, то есть это CU240B-2, CU240E-2, CU230P-2, имеют USB как стандартный интерфейс. И, соответственно, также стандартно подключаются к компьютеру через USB. Используется провод USB в мини-USB как для сотового телефона. Соответственно, драйвер USB также поставляется в комплекте с управляющей частью. Подробно можно посмотреть в каталоге D31-2012, тоже размещенном в сети интернет. Когда выйдет версия 14 с русским интерфейсом? Я так понимаю, имеется в виду StarDrive, то, соответственно, видимо, с выходом версии 14. Заявленные интерфейсы связи встроены или это платы расширения? Заявленные интерфейсы связи, они встраиваются в управляющий модуль, и, соответственно, различные заказные номера и различные типы управляющих плат поддерживают различные интерфейсы. Опять же, в каталогах можно посмотреть. Про синхронные двигатели, управляемые статором и ротором одним преобразователем. Я так понимаю, что это фазный ротор имеется в виду. Потому что синхронные двигатели, которые обычно поставляем мы для небольших мощностей, то есть мы это имеем в виду компания Siemens, это двигатели, у которых ротор с постоянными магнитами. Соответственно, он управляется только статором. Скорее всего, настройка такая возможна, но это, наверное, очень мощные двигатели уже, соответственно, это преобразователи среднего напряжения. Они работают в том числе и с двигателями с фазным ротором, и в том числе с двойными обмотками и так далее. То есть все это возможно. Возможно ли применение CINAMIC G120 с PM250 и моторов PH7? Да, это возможно. Такие применения существуют. Есть ли уже подробная документация по этим приводам? Руководство по эксплуатации, по проектированию и так далее. Не совсем понятно, по каким приводам, но, собственно, по CINAMIC S120, по CINAMIC G120, G130, G150 документация на русском языке доступна как в сети, то есть на нашем сайте, в том числе и на сайте, и также на сайте технической поддержки в Германии. Когда планируется русский в TIA? К сожалению, все-таки TIA – это надо коллег, которые занимаются автоматизацией спрашивать. К сожалению, не могу ответить. Когда в Sizer будет интегрирована возможность конфигурировать DC Master? Скорее всего, в какой-то из следующих версий. Опять же, тоже в какой конкретной версии, я сказать не могу. Сейчас у нас активная версия – это 3.6. Скорее всего, в последующих версиях обязательно будет. Это все вопросы. Если все вопросы, то, соответственно, есть еще кто-то. А, вот, Sinosef – бесплатное ПО. Sinosef, Starter и Sizer – это программное обеспечение бесплатное, абсолютно, скачивается из интернета при прохождении соответствующей регистрации. Регистрация не напряжная, не требует каких-то особых данных и так далее. Просто предназначена в основном, чтобы защититься от различных спам-ботов и прочего. Еще вопросы есть какие-то? Ну, я смотрю, это все вопросы. Если вдруг вопросы какие-то будут, вы всегда можете к нам обратиться. Соответственно, мы доступны для вас. И вы можете… А, вот еще вопрос пился. DT-конфигуратор – это веб-приложение, но бесплатное. То есть, просто это веб. Соответственно, можете к нам обратиться. Телефон нашего колл-центра – это 737-1737, код 495. Или же всегда можно обратиться по электронной почте почте iadt.ru, собачка-симминс.ком. Также вопрос всегда попадет к нам. Ну и существует наш форум, который, наверное, очень многие из вас знают. Там тоже можно задавать вопросы. Мы подготовимся и ответим на них. А вот еще появились когда. И будут ли совмещены веб-порталы по продукции поддержки старой и новой. Наверное, имеется в виду сайт наша локальная страница «Симминс России». Да, через некоторое время мы удалим старую версию сайта. Да, тяжело пользоваться. Ну, не знаю, не знаю, как ответить. Так, ну, в общем-то, больше вопросов вроде как нет. Огромное спасибо за внимание и терпение к нашей презентации. И, соответственно, большая просьба к тем, кто участвовал и слушал данную презентацию. Вы можете задавать вопросы на соответствующей странице нашего форума. И, соответственно, прослушав, вы можете теперь, наверное, сформулировать какие-то запросы, которые вы хотели бы, чтобы были освещены в следующих вебинарах. Еще раз большое спасибо. Запись данного вебинара будет доступна на той же странице. Соответственно, ее можно будет скачать и прослушать еще раз. Еще раз огромное спасибо всем участникам.